Человечеству существует больше 200 тысяч лет, и изначально количества людей на планете было очень мало. Но благоприятные условия позволяли плодиться и размножаться, заполняя мир. Конечно, ледниковые периоды, голод, неизлечимые болезни, войны и обилие хищников постоянно регулировали численность человека на Земле, тем не менее наблюдался естественный прирост. Еще тысячи лет назад на планете было всего несколько миллионов людей, 500 лет назад несколько десятков миллионов. Но в наше время миллионы человек уже проживают в городах. Благоприятный климат и развитие медицины сделали человека более живучим и увеличили численность планеты до 7 миллиардов человек. Автор ролика, прикрепленного внизу, решил пофантазировать на тему населения и представить, как изменится наша жизнь, если на Земле будет обитать один дециллион человек. Площадь Земли ограничена океанами, но составляет больше 150 миллионов квадратных километров. Чтобы обеспечить продовольствием и необходимыми товарами всех жителей планеты, возможно использовать под общественные и жилые помещения только один дробь 3 всей суши, а остальное пустить на сельское хозяйство, выпуск скота и строительство заводов, фабрик. Конечно, чтобы разместить такое огромное количество людей, потребуется строить небоскребы и забыть об уютных домиках с садами. Чтобы каждому человеку нашлось место, люди будут осваивать небо, строя многочисленные небоскребы свыше 500 этажей, землю, монтируя подземные города и океан, где будут основывать подводные колонии города. Конечно, это звучит как фантастика, но и о небоскребах еще 100 лет назад говорили как о чем-то невероятном. Окажись вы в будущем, где бы вы хотели жить? Помимо жилья возникла бы проблема продовольствия, ведь надо будет кормить такое огромное количество человек. Чтобы люди не столкнулись с массовым голодом, ученые и аграрии будут развивать искусственные формы продовольствия, выращенные в лабораториях генетиками и химиками. От пользы такого питания речь не идет, ведь, как известно, голод не терка. Кроме того, стоит быстро забыть о полезных ископаемых, ведь при таком огромном населении они истощатся за несколько лет. Стоит надеяться на вечные двигатели, неисчерпаемые источники энергии, искусственные полезные ископаемые и, конечно, вечный пластик. В каждой ситуации можно найти свои плюсы. Наверняка среди доцелена человек на планете найдутся гениальные люди, которые смогут правильно распоряжаться своей жизнью и приносить пользу миру и планете. Новые технологии, освоение космоса и разработка лекарств от самых страшных болезней, это лишь малая часть того, что может ждать человечество в будущем. Поставь лайк этому видео и до встречи.